Дедушка отправился в магазин за продуктами, оставив свою 69-летнюю жену дома одну. Не прошло и часа, как раздался звонок городского телефона. Женщина сняла трубку. Незнакомый мужчина представился сотрудником полиции. Затем к разговору подключился якобы и сам супруг. Ваш дедушка находится в Октябрьском отделе милиции. И заревел. Нет, я-то спрашиваю, я говорю, Валя, ну как это получилось? У деда спрашиваю. Он, я сам не пойму, как это получилось. Деньги есть, отдай ты им. Чтобы избавить мужа от тюрьмы, Мария Назаровна подготовила деньги и стала ждать курьера. Когда раздался звонок, женщина открыла дверь и без лишних вопросов, как рекомендовали мошенники, передала парню деньги. 40 купюр номиналом в одну тысячу рублей. Эти средства пожилые люди откладывали на лечение внучки. Когда женщина закрывала дверь, то увидела, как к подъезду подходит освобожденный муж. Я как увидела мужа-то, дверь-то закрывать за тем парнем-то, мужа-то увидела, я говорю, Валя, тебя выпустили. Он смотрит на меня, говорит, как выпустили, откуда выпустили, я с магазина иду. Догнать курьера уже не удалось. В полиции рассказали, что с начала года около 15 обманутых зауральцев обратились в правоохранительные органы по аналогичным фактам мошенничества. Во время мошенничества преступники, представляясь родственники, поясняют потерпевшим, что у них выбиты зубы или прикушены губы, поэтому голос не похож и так выдают себя за родных людей. Найти телефонных преступников крайне сложно, поэтому единственный выход – правильно вести себя в подобной ситуации, а именно сохранять хладнокровие и не поддаваться эмоциям. Нужно потянуть время, дозвониться на мобильный родственнику, обратиться в 02. Анастасия Никитина, Александр Киселёв, Светлана Брагина, телекомпания «Регион-45».